МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует... Ах! Ансамбль народного танца «Разволье» Сибирского федерального университета и художественный руководитель Евгений Смолин. Сегодня с утра принесли нам этот жаркий танец. Я предлагаю нам держаться поближе, как воробьи на проводах. Здравствуйте, Евгений. Скажите, вы всегда их тренируете на таком морозе, чтобы они были такими активными? Конечно. Это первая тренировка у нас. Ну, серьезно, часто приходится выступать на открытых площадках и на холоде? На самом деле, да, зимой. И уже не первый опыт, поэтому сегодня более-менее ребята справились, старались, молодцы. Справились с угробами. А есть ли у нас хоть одна Татьяна? Татьяна. Нет, ни одной Татьяны нет, но вы ведь действительно студенты. Да, мы студенты. Ну, Эльзе, может быть, нанятые артисты. То есть вы умудряетесь совмещать и учебу в университете, и вот творчество? Да, конечно. Много тренировок у вас? Очень. Ребята, вы знаете, как раньше отмечали Татьяна День студенты? Что-нибудь из истории, нет? Ну, обычно студенты забывали, как ее отмечали. Как сейчас отмечают Татьянин День? Экзамены. А уже, правда, к 25-му числу уже заканчиваются сессии или еще что-то есть? Еще есть. Еще есть. Завтра экзамен? У меня завтра. Вот видеозапись этого эфира приложите, скажете, что готовились. Хорошо. Ну, а что касается вот вашей деятельности в течение всего года, то есть выступления, они как расписаны? Вы куда-то гастролируете или вот все мероприятия Сибирского федерального университета с вашим участием проходят? Да, нас очень часто приглашают. Мы в университете выступаем часто для студентов, преподавателей и всех других жителей города Красноярска. Поэтому в течение года очень много выступлений. А вот у ребят есть поблажки из-за того, что они участвуют в вашем коллективе? Знаете, спортсменам делают скидки. А я думаю, что большей частью они сами все делают, потому что они хорошо учатся при этом, при всем том, что танцуют. И вот. Ну, я надеюсь, что преподаватели, которые видят их на сцене и вот в этом эфире в том числе, будут как-то к ним, может быть, лояльны. И гордиться. Ребята, слушайте, а какая у вас грузоподъемность, вот когда вы девушку так проносите, а она руки держит? Сколько вы можете поднять? А можно меня вот так пронести? Можно. Можно? Можно. Давайте попробуем. Ну, интересно. Серьезно? Ну, да, я просто подумал, это, наверное, так приятно. Мне надо что делать. Просто надо подпрыгнуть. Как в матрице. Одну ногу? Обе. Обе ноги поджать. И мы идем вперед, да? Вперед, да? Вперед прыгаем. Два, три. Отлично. Спасибо. Теперь я предлагаю в завершении. Короче, подожди, достаточно ли этого, чтобы вступить в ваш ансамбль? Уже да. Приходите. Ты готов еще третье, второе, высшее получать? Правда, да. У ребят настолько они развиты физически, да? Смотришь, что это гибкость, правда. Еще вот нам говорят, как вы встаете так рано. Встать так рано, это полпроблемы. Станцевать вот так рано утром, это, конечно, достойно уважения. Так что огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Евгений, ну, наверное, вы как художественный руководитель и поздравите сегодня всех студентов, которые смотрят наш телеэфир. О, я, конечно, сам недавно был студентом, поэтому все еще так сижу в памяти. Я желаю всем успешной учебы, но при этом все успевать делать, жить и не зациклиться на одной учебе, потому что жизнь прекрасна, особенно в студенческое время. Поздравляю вас! С Днем студента!